Так, здравствуйте, здравствуйте, мачки и девочки, студенты и студентки. Ну что, настало время 29 задачи. Тут вот даже черчеж есть. Пластины плоского конденсатора расположены горизонтально на расстоянии 1 см друг от друга. Размеры пластин много больше, чем D, то есть больше, чем расстояние. Почему это очень важное замечание? Для того, чтобы мы сказали, что между пластинами существует однородное электрическое поле. Вот, в пространстве между пластинами падает капля жидкости. Масса капли 4 на 10 минус 6 степени килограмма ее заряд, 8 на 10 минус 11 степени кулона. И при каком напряжении на пластинах скорость капли будет постоянной. Влиянием воздуха на движение капли пренебречь, то есть сопротивление воздуха отсутствует. Ну вот, я записал данные, нарисовал черчеж. Ну что, ну что. Ну давайте сначала представим себе этот процесс. Значит, вот что такое конденсатор. Да, это просто две заряженные пластины. Одна положительная, другая отрицательная. Между этими пластинами, как было сказано, в данной ситуации ничего не находится. Вот, вакуум, будем говорить так. Ну что. Частичка, да, зарядик. Вот. Под действием сила тяжести будет падать. А мы хотим, если сила тяжести, значит есть ускорение, правильно? Вот. То есть он будет просто-напросто падать с ускорением свободного падения. Вот. А мы хотим, чтобы он двигался равномерно. Что значит равномерное движение? Вот. Что значит равномерное движение? То есть движение с постоянной скоростью. То есть скорость не изменяется. Значит нет ускорения. А нет ускорения, значит сумма всех сил, которые будут действовать на это тело, должно равняться нулю. То есть если сюда действует сила тяжести, направленная вертикально вверх, значит, падавая напряжение на пластины, мы создаем электрическое поле таким образом, что направление силовых линий будет вот таким вот образом направлено. Это значит, что на положительный заряд будет действовать сила вверх. Ну и естественно можно подобрать такое напряжение, когда электрическая сила, F, E, допустим, электрическая сила будет равняться силе тяжести. Вот вся физика. На этом, так сказать, оканчивается. А это электрическая сила, F, электрическая, QE. Вот и все. Поэтому я могу снова записать, что QE равняется Mg. А вот сейчас, я хочу вам напомнить, что напряжение иди... Помните, в какой-то задаче я об этом рассказывал. Если у нас имеется конденсатор и однородная электрическая поле, то напряжение на конденсаторе связано с напряженностью вот таким вот образом. Иди. Вот так вот. Напряжение иди. Это означает, что напряженность, это просто напряжение или разность потенциалов между пластинами, деленное на Ди. Что я сейчас и сделаю, подставив это вот сюда. Получается, QU на Ди равняется Mg. Ну, а следовательно, U Это у нас будет Mgd, деленное на Q. Вот и все. Вот и все. И вся задача... Ну, сразу же можно заказать, что это получается вольты. Вот. Каким образом. Очень просто. Mg это сила тяжести в ньютонах. D это расстояние в метрах. А Q это кулоны. Понятно, ньютон на метр это джоуль. А тут кулон. Джоуль на кулон, это есть не что иное, как вольт. Почему? Потому что по определению напряжения, это работа, которую нужно совершить по перемещению заряда с одного места на другое. Джоуль на кулон. Это есть не что иное, как вольт. Ну, а теперь что? Подставляем численные значения и получаем что-то. 10 минус 6 масса. Ж берем как 10. Я вот здесь уже наименование не пишу, потому что я уже доказал, что мы получаем вольты. 1 сантиметр это 10 минус 2 степени метров. И Q 8 на 10 минус 11 степени. Так, ну, что тут у нас получается? Если мы это все зачеркнем, тут будет 8, тут 11. 11 минус 8. Получаем 3, 10 в 3. 40 на 8. Это будет 5. 5 на 10 в 3 степени. Вольт. 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 Ну, что это получилось? То есть, 5000, 5000 вольт. Вот и все. Это мы с вами решили 29 задачу. Отлично. Ну, а теперь 30. Вот. Тут мне задается, что это практически одно и то же. Потому что тот же самый рисунок. Ну, давайте прочитаем. Итак, пластины плоского конденсатора расположены на горизонтальном расстоянии D друг от друга. Размер пластин, но больше D. Напряжение на пластинах 5000 вольт. Вот 5000 вольт, которые только что получили. В пространстве между пластинами падает капля жидкости. Масса капли. 4 на 10 минус 6 килограмм. Та же самая капля. Ее заряд 8 на 10 минус 11 кулон. Тот же самый заряд, что и в предыдущей задаче. Ну, при каком расстоянии между пластинами скорость капли будет постоянной. Ну, поскольку здесь все то же самое, то смею предположить, что расстояние между пластинами будет 1 сантиметр. Ну, стопудово будет 1 сантиметр. Ну, как до него дойти? Я думаю, что вы это сделаете сами. Я немножечко подсказочку сделаю. Итак, оно должно от заряда двигаться равномерно. Это означает, что сила тяжести будет уравновешиваться электрической силой. Напряжение между конденсатором, между пластинами конденсатора, это ED. ED. Это означает, что напряженность U деленная на D. Ну, тогда, если мы это сюда подставим, получается Q, U, D. И надо найти D. Q, M, G. Все. Вот формула. Подставить численное значение. Думаю, каждый уже может. И я уверен на 100%. После того, как вы подставите численное значение, получите 0,01 метра. И если мы переведем это, получаем 1 сантиметр. Вот так вот. Железно, как говорится. Вот все. Спасибо. Дорогие мальчики и девочки, студенты и студентки. Хочу напомнить, что вы учите физику на канале Эли Гор. Если вам не трудно, запишитесь на мой канал. Буду очень вам признателен. Ну, и не забудьте поставить крупный, красивый, вкусный лайк. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok